В студии РНТВ Игорь Прокопенко. Здравствуйте. Сбылись самые неутешительные опасения аналитиков, предрекавших еще в прошлом году Украине судьбу Чили времен диктатуры Пиночета. Я серьезно. Немецкие и итальянские эксперты недавно проанализировали информацию международных правозащитных организаций и пришли к выводу о том, что на Украине после революции достоинства резко встал вопрос массового несоблюдения прав граждан. Причем речь не идет о жителях Донбасса. Это другая проблема и другая мера ответственности киевской власти. Речь идет о своих же. О тех, кто стоял на Майдане, кто искренне верил в то, что эти парни Яценюк и Кличко и остальные наведут порядок в стране, выгонят воров и победят Россию. Думал ли кто-нибудь из простых украинцев, что спустя какой-то год на Украине будут возможны аресты по одному только подозрению в симпатиях к ополченцам? Внесудебные расправы с теми, кто осмеливается сомневаться в целесообразности войны на Юго-Востоке, преследования инакомыслящих журналистов и политиков. О чем говорить, если только в этом году странным образом ушли из жизни шесть высокопоставленных чиновников, которые хоть как-то противостояли существующей власти? Что происходит сегодня на Украине и почему некоторые аналитики склонны сравнивать ситуацию в стране с самыми одиозными диктаторскими режимами из 70-х годов прошлого века? Посмотрите, это официальный сайт Службы безопасности Украины. 25 марта 2015 года на сайте публиковались исключительно торжественные новости. Ведь именно в этот день, 23 года назад, была создана Национальная служба безопасности. Вот руководитель СБУ Валентин Наливайченко поздравляет своих подчиненных с праздником, а президент Порошенко благодарит их за ударный труд. Между тем, многие наблюдатели считают, гордиться СБУ нечем. За 23 года работы спецслужба, которая обязана отстаивать интересы страны и ее граждан, превратилась в аналог ОПГ. А контрразведчики, которые должны представлять собой ум, честь и совесть государства, все больше напоминают криминальных авторитетов. Взгляните, вот такие социальные ролики сегодня крутят на украинских телеканалах. Граждан приглашают следить друг за другом. В ролике им доходчиво объясняют, что если какой-нибудь подозрительный человек вдруг начинает разглядывать военные объекты или здания местной администрации, об этом нужно незамедлительно сообщить в СБУ. Будьте внимательны, только общими усилиями мы сможем предотвратить появление терроризма. Звоните. В это трудно поверить, но оказывается, некоторые сотрудники СБУ полученную анонимную информацию используют вовсе не для того, чтобы защищать Украину от так называемых террористов Донбасса, а чтобы грабить местное население. Посмотрите, это жительница Днепропетровска Алина Шаповалова. По словам женщины, недавно ее ограбили сотрудники СБУ. В этом помещении в сейфе Алина Шаповалова хранила деньги на открытие собственного бизнеса. По ее словам, сотрудники СБУ взломали сначала входную дверь, затем сейф и похитили оттуда 3 миллиона долларов. Это тоже беспредел. Это полный беспредел. Просто занимаются беспределом. Мне просто не показывают документы. На вопрос, где ваши документы, они сказали, мы тут имеем право обыскивать весь дом. Жалобы в милицию ни к чему не привели. 3 миллиона долларов пропали в неизвестном направлении. Эксперты считают, что подобные действия представителей закона говорят о глубочайших проблемах всей системы государственной власти. Все украинские силовики, все структуры, они находятся в кризисе. И армия в кризисе, и СБУ в кризисе, и вся система МВД тоже в кризисе. Украинские силовики все чаще выступают в роли бандитов ОПГ, а обычные граждане в роли террористов и сепаратистов. Вот этого молодого человека зовут Павел Романенко. Недавно его задержали сотрудники СБУ. Представьте, только потому, что Павел родился в Донецкой области. Его чуть было не судили, как диверсанта и сепаратиста. Никого не смутило то, что молодой человек всю свою сознательную жизнь проживает в Киеве и был активистом Евромайдана. После того, как они прочитали мой паспорт, переписали данные, увидели, что у меня в стерео паспорта был недавно выдан паспорт с учебникам РОВД. И прописку прочитали, сразу дали понять, сразу начали намекать, что я являюсь диверсантом. Киевлянину с Донецкой пропиской повезло. После нескольких допросов его отпустили. Пока что. Но если он начнет куда-нибудь жаловаться, то может действительно оказаться за решеткой. На Украине уже есть прецедент, когда человека, например, посадили за один только телефонный звонок в посольство России. Так, в феврале 2015 года в городе Чернигов суд приговорил бывшего военнослужащего Нацгвардии к 9 годам лишения свободы только за то, что тот позвонил в посольство России и попросил предоставить ему гражданство Российской Федерации. В это трудно поверить, но главным доказательством государственной измены стала попытка подсудимого заказать часы с символикой ФСБ в интернет-магазине «Лубянка». С точки зрения СБУ и суда, который выносил приговор, этот магазин используется в качестве прикрытия деятельности российских спецслужб. Слова, выступления, переговоры по телефону, обсуждения, твои оценки, сказанные по телефону, в приватной беседе, все мгновенно ложится в качестве обвинений, самое главное распечатывается. Ладно бы это была оперативная информация на основе ее, там начали действительно искать, явки, пароли и так далее. Нет, это самое главное доказательство. Алексей Николаевич знает, о чем говорит. Он сам полгода отсидел по сфабрикованному делу в тюрьме СБУ. Проректора Международного славянского университета обвинили в хранении взрывчатки, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины. А все потому, что украинским силовикам не понравилась тема научной диссертации. Весной прошлого года профессор Самойлов на свою беду решил изучать опыт ДНР. Съездил на Донбасс, а затем вернулся в родной Харьков писать диссертацию. 29 июня 2014 года за ним пришли. В тот момент проректор отмечал семейный праздник. Собралось около 20 гостей. В самый разгар торжества в квартиру ворвалась вооруженная автоматами группа сотрудников СБУ. В ходе обыска в ванне проректора обнаружили две тротиловые шашки. По словам Самойлова, эти шашки ему подкинули, чтобы был хоть какой-нибудь законный повод посадить его за решетку. Я так и спросил, кстати, у следователя, а зачем вы так? Ну, подбросьте мне листовки, то, что мне больше, так сказать, подходит по роду деятельности. Слова все-таки там, какие-то тротил в тумбочке. После этого сотрудники СБУ вывели проректора во двор и начали бить ногами на глазах у родных и соседей. Ну, последней мыслью перед тем, как отключиться, я понял, что, ну, лишь бы не сломали нос. Сломали не нос, сломали скуловую кость левую, это прям под глазом. По словам Самойлова, за те полгода, которые он провел в тюрьме СБУ, его постоянно избивали, тушили об него окурки, сдирали кожу с лица и постоянно били по голове. Он привык к мысли, что живым оттуда не выйдет. Но профессору повезло. Украинские силовики обменивались военнопленными с ДНР. Для количества взяли и Самойлова. 26 декабря 2014 года его передали властям в ДНР. А вот этому человеку повезло меньше. Активист Харьковского Майдана Игнат Крамской по кличке ТАПАС до сих пор сидит в тюрьме местной СБУ. ТАПАС выступал против государственного переворота на Украине. Сейчас им занимаются сотрудники СБУ. Вот что он сказал на одном из заседаний в зале суда в декабре 2014-го. Я официально заявляю, что все это время, с 12 сентября 2014 года, я находился в следственном управлении СБУ. В подвалах, в подвориках меня держали. Когда были проверки, меня поднимали в кабинеты. Мне выражали лишить людей, если я не скажу так, как они мне сказали. Предпринимать попытки самоубийства, побегов я не собираюсь. В случае моей смерти прошу увединить сотрудник от службы безопасности. По словам активиста, он знает еще как минимум 60 человек политзаключенных, которые до сих пор находятся в подвалах СБУ. Все эти люди подвергаются пыткам. В первую очередь использование электрошока, от которого, если уж говорить так серьезно, все мировые структуры, которые позволяют себе применять физическое насилие, давно уже отказались от применения электричества. Это где-то там средина 20 века. А это избиение, это изоляция, это применение колючей проволоки, применение удавки или, так сказать, удушения прямого, кратковременное, с целью вызвать имитацию смерти. Многие эксперты удивляются, почему до сих пор молчат влиятельные европейские и американские политики. Мало того, они твердят, что Украина идет верной дорогой по пути свободы и демократии. Не вмешиваются и различные правозащитные организации. Например, Хьюман Райтс очень переживали за жизнь и свободу Амины Тайлер. За Амину переживали ее коллеги из Фемен, а одна в знак протеста даже с голой грудью бросилась на президента Туниса. А еще международная общественность переживала за ущемление прав сексуальных меньшинств на Сочинской Олимпиаде 2014, которым ничего не угрожало. Но правозащитников почему-то мало волнует тот факт, что на Украине сотрудники силовых ведомств калечат на допросах людей, применяя пытки. По мнению независимых экспертов, Запад закрывает глаза на массовые нарушения прав человека со стороны новой киевской власти. Не только по причине политики двойных стандартов, которой придерживаются США и ЕС. Но еще и потому, что методы работы, в том числе ведение допросов у западных спецслужб и нынешних украинских силовиков, очень похожи. Некоторые эксперты даже полагают, что украинцы просто перенимали иностранный опыт. Среди этого, конечно же, и пытка водой знаменитая, и длительная изоляция. Но особо хочется подчеркнуть применение психологического насилия, которое оказывается куда более действенным, как правило, иногда нежели чем просто физическое. Украинские силовики широко практикуют пытки с помощью удушения и утопления, как это в Гуантанамо делали их коллеги из ЦРУ. Например, именно так выбивали признание в связях с ДНР от этого жителя Харькова. У человека не оказалось при себе документов, и это стало поводом для допроса с пристрастием. Сразу меня родили нагло, приковали к батареи и начали допрашивать. Задавали вопросы, кем был заверброван, с кем я связями, с кем и так далее, далее, далее. Это досталось недостаточно, после чего у меня начали, связали руки скотчем, ноги, рот заклеили и начали просто окунать головой в воду. До тех пор, пока я не терял сознание. Но и этого оказалось недостаточно, и мужчину начали пытать током. Посмотрите на следы от пыток. В конце концов, силовикам надоело пытать, потерпевшему надели мешок на голову и выкинули у одной из станций метро. Примерно так же сотрудники СБУ поступили и с 36-летним Александром Агафоновым. Правда, его выкинули уже мертво. История 36-летнего жителя Донецка Александра Агафонова в ноябре 2014-го потрясла жителей Украины и России. Агафонов с женой и трехмесячным сыном возвращался из Минска в Донецк, через Харьков. Их машину остановили на одном из блокпостов. Семью отправили в отделение милиции, якобы для проверки документов. Затем Александром занялись отдельно сотрудники СБУ. Больше живым его не видели. Спустя сутки тело Агафонова было найдено на улице со следами пыток. Им совершенно не важно, кого они взяли. Им важно количество. То есть вот это некое сито, которое они захватывают большое количество людей. Начинают с ними как бы работать вот этими методами им привычными. И потом ждут. То ли получится, что ли, то ли что-то, то ли что-то не получится. И такие случаи, как с Агафоновым, их было много. То есть вот, я думаю, что это исчисляется сотнями. Другое дело, что это закончилось настолько трагично. Это показывает и, с одной стороны, непрофессионализм от этих всех людей, а, с другой стороны, их качество. То есть те, кто остался на работе в СБУ на данный момент, это уже, по сути дела, отбросы. История Александра Агафонова не единственная. 13 января 2015 года Европейский комитет по предупреждению пыток опубликовал доклад о превышении их полномочия офицерами СБУ. Согласно этому документу, сотрудники украинской спецслужбы практиковали избиение, пытки, изнасилование дубинками, использование смирительных рубашек. В документе значится, что в некоторых случаях насильственные действия были произведены старшими должностными лицами. Поскольку СБУ оказалось практически бесконтрольно, особенно в районе, в прифронтовой зоне, оно практически бесконтрольно. Они не подчиняются ни военным, ни военным властям, ни политическим властям, и творить могут все, что угодно. Европейцам остается только разводить руки и писать доклады, они ведь не могут повлиять на это. На днях Украина в очередной раз продемонстрировала свое отношение к евродемократии. Только представьте, Верховная Рада узаконила похищение людей сотрудниками украинских спецслужб. Эту сенсационную новость в студии Киевского телеканала озвучил экс-глава внешней разведки Украины. Вот сейчас разведка и специалисты, которые привлекаются к этим подразделениям, они будут иметь полномочия провести такие операции и на территории этой республики, или их захватывать и вывозить на территории Украины, как Деват Моссад. На самом деле генерал Маламуш не договаривает. Служба безопасности Украины ориентируется вовсе не на израильскую разведку Моссад, а работает по образцу и подобию американского ЦРУ. Новые методы, конечно, появляются. Они появляются не на линии фронта, еще раз подчеркну, они появляются в тылу, там, где побывали какое-то время назад, или даже сейчас находятся представители либо Соединенных Штатов, либо других стран, которые плотно работают с Украиной. Огромное количество людей, которые было зачищено в Одессе из пророссийского элемента, так называемого, по распоряжению из Киева и непосредственно руководством, так сказать, доставленников Коломойского. А эти люди действительно подвергались пыткам именно нового поколения, то, что называется, американского типа. Процесс тотальной американизации СБУ начался в 2005-м. После Оранжевой революции к власти пришел проамериканский президент Виктор Ющенко, а СБУ возглавил большой друг Америки Александр Турчинов. Он имел связи с США через текту «Слово жизни». Штаб-квартира этого религиозного течения находится в городе Тулса, штат Оклахома. Текту «Слово жизни» специалисты ставят в один ряд с мормонами. Информация о сотрудничестве которых с ЦРУ уже ни для кого не является тайной. Я действительно проповедую в церкви евангелистских христиан-баптистов. Это христиане-протестанты. Их большинство в Соединенных Штатах и Швейцарии. В украинском отделении американской секты Турчинов был далеко не рядовым слушателем, а пастором. Кстати, в картотеке американского ЦРУ Турчинов так и значился – агент-пастор. Весной 2014-го Турчинова стали называть кровавый пастор. 14 апреля он подписал указ о проведении так называемой антитеррористической операции против Юго-Востока Украины, которая на сегодняшний день унесла жизни более 5,5 тысяч человек. Хотя эксперты считают, в первую очередь, кровавыми зачистками Украина обязана лично руководителю Центрального разведывательного управления США Джону Брэннону. 12 апреля Брэннон тайно приезжал в Киев, а уже 14 апреля Турчинов подписал указ о зачистках Юго-Востока. Практически все, что происходит в военном разведывательном или контрразведном сообществе Украины, все делается исключительно по распоряжению или, по крайней мере, отмашке Соединенных Штатов. Фактически после приезда Брэннона, а за ним последовало несколько визитов представителей уже не разведки, а сухопутных войск, и командующего войсками НАТО в Европе Брэдлова, и некоторых офицеров из штаба сухопутных войск Соединенных Штатов, началась новая фаза активизации событий. Собственно говоря, с этого началось наступление на Востоке Украины. Мало того, некоторые эксперты полагают, именно агент Пастор за 10 лет до Евромайдана наладил серьезные связи со спецслужбами западных стран и создал идеальные условия для вербовки руководителей Службы безопасности Украины агентами ЦРУ. Ведь многие сотрудники СБУ высшего и среднего звена неоднократно проходили стажировку в США. В их числе и нынешний скандально известный глава СБУ Валентин Наливайченко. Посмотрите, это глава спецслужбы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Несколько дней назад он выступил с откровениями для влиятельного украинского интернет-портала. Глава СБУ подробно отчитался о масштабных чистках, которые прошли в службе безопасности после февральской революции 2014-го. Каждый четвертый сотрудник уволен. Против 25 возбуждены уголовные дела. Предмет особой гордости Наливайченко арест пяти высокопоставленных офицеров СБУ. Им предъявлено обвинение в государственной измене. В числе задержанных генерал Владимир Бик, бывший начальник департамента контрразведки СБУ. Сразу после бегства Януковича из Украины Бик скрылся и числился номером три в списке разыскиваемых. Для нас на СБУ важно было, как только мы нашли номер три, бывшего руководителя контрразведки. Вот он возле Пука сейчас сидит. Сидит, ждет суда. Эксперты говорят, на самом деле на скамье подсудимых должен находиться сам глава СБУ Украины Валентин Наливайченко. Ведь он американский шпион. Эту информацию обнародовал в одном из интервью бывший глава СБУ Александр Якименко. По его словам, Наливайченко был завербован спецслужбами США в 2001-2003 годах, когда работал в Вашингтоне генконсулом Украины в США. В СБУ контролируется целиком Соединенными Штатами еще хотя бы потому, что глава СБУ Наливайченко практически официально считается агентом СБУ. Он долго находился в Америке, проходил там обучение, и он даже сам практически не скрывает того, что вся деятельность верхушки, его и его первых трех заместителей, она ориентирована в основном на Венгрии. После ухода с дипломатической службы Наливайченко не прекратил контактов с американской, а также британской разведкой. Например, в 2009 году советником Наливайченко и главой ведомства по гражданско-демократическому контролю за украинскими спецслужбами была экс-сотрудник британской спецслужбы МИ-6 Бриджит Остин. А вот еще один пример тесной дружбы Наливайченко с иностранными специалистами. На фотографиях 2008 года глава СБУ в компании посла США Уильяма Тейлора присутствует на вручении дипломов выпускникам Академии СБУ. Будущих контрразведчиков еще до начала службы показывают иностранным конкурентам беспрецедентный шаг в мировой практике. На сегодняшний день понятно, что спецслужбы США всячески помогают Украине. Да, но у спецслужбы США у них нет задачи защищать Украину. У них есть задача защищать интересы Соединенных Штатов Америки. Интересы Соединенных Штатов Америки сегодня такие, завтра они могут измениться. А люди, которые, чьи данные, грубо говоря, информация, о которых стала доступна, они просто могут быть использованы в этой политической игре. Это в том числе дополнительный инструмент давления. Мало того, дружба Наливайченко с американскими спецслужбами зашла так далеко, что он выделил сотрудникам ЦРУ кабинеты в главном здании СБУ, а также предоставил в их распоряжение личные дела сотрудников и прочие секретные документы украинских спецслужб. Генеральная прокуратура Украины даже возбудила в сентябре 2013-го против Наливайченко уголовное дело за разглашение государственной тайны. Среди обвинений фигурирует и передача ЦРУ материалов контрразведке о вербовке украинских дипломатов. Однако дело было закрыто после Евромайдана. В этом смысле Украина какой-то рекорд ставит, поэтому там престиж СБУ, он, конечно, сильно подорван. Люди, против которых выдвинуты обвинения от шпионажа в пользу другого государства, занимают руководящие посты, фактически управляют всей системой безопасности Украины. В марте 2014-го в Киев прибыла делегация из США во главе с директором агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом. А уже в июне СБУ наводнили англоязычные специалисты из-за рубежа, не владеющие местным языком. Но они фактически руководили украинскими спецслужбами. По информации российских военных экспертов, уже весной военные инструкторы ЦРУ занимали этаж в здании СБУ. Причем доступ офицерам украинской разведки туда был запрещен. Большое количество внешних консультантов из спецслужб других стран, в первую очередь в Соединенных Штатах, просто находятся, непосредственно работают, что называется, в офисах СБУ, в помещениях СБУ имеют доступ ко всем оперативным материалам, ко всем архивам, к данным всех расследований, которые были, которые проводятся. Соответственно, ну, это вообще-то случай беспрецедентный. Более того, многие независимые эксперты утверждают, события Евромайдана, последующий захват власти и гражданская война на Украине, это результат того, что в рядах СБУ против Украины действовали иностранные агенты. И именно они руководили разработкой спецоперации по физической ликвидации президента Януковича, на которого была устроена настоящая охота. Когда у вас под носом происходит покушение на убийство президента, когда президента фактически гоняют, как зайца, по собственной стране, когда его, те, кто осуществляет его охрану, не могут обеспечить ему безопасность, и он вынужден обращаться в Россию с тем, чтобы просто гарантировать элементарно безопасность неприкосновенность себе и своей семье. Потому что, как, собственно, сказал Владимир Путин в недавнем интервью, если бы Россия не помогла ему выбраться из Украины, его бы просто убили. Поскольку там... И это, конечно, колоссальный провал службы безопасности Украины. Точнее, говорят эксперты, это провал работы иностранных разведок. Впрочем, как и присоединение Крыма к России, западные стратеги рассчитывали в результате Евромайдана лишить Российскую Федерацию базы Черноморского флота в Севастополе и пристроить туда армию НАТО. Но не вышло. Планы американских спецслужб нарушили вежливые люди. Что касается именно разведывательной деятельности, то главная ошибка, которую допустила ЦРУ, оно сконцентрировалось на попытках дестабилизации в Крыму именно на национальном признаке. Агентуры в Крыму именно среди славянского населения найти не удалось. Нет ни одного факта перехода или работы на американские или западные разведки со стороны именно жителей города Крыма. Жителей Крымского полостова и города Севастополя. Оказывается, хваленая система ЦРУ на славянской почве дает сбой. Спецслужбы в Украине под руководством США работают плохо. Все, чем их смогли научить, это как правильно пытать и допрашивать. Но и тем самым вызвали только гнев местного населения. Например, уже отмечены случаи появления партизан. Так, ночью 20 марта неизвестные обстреляли здание военкомата Акимовского района Запорожской области из автомата. Стрельба по зданию райвоенкомата продолжалась несколько минут. Одна из пуль попала внутрь самого помещения, но никто не пострадал. И еще 9 пуль застряли в стене здания. Конечно, недовольство растет, и растет оно в разных регионах. Но здесь единственное, что нужно давать себе отчет, в том, что в разных регионах разные мотивы этого недовольства и силовыми структурами Украины, и в частности СБУ, там конкретно, и военкоматы. Если при фронтовой зоне речь идет просто уже о мародерстве, о пьянстве, о беспределах, о пытках, о похищениях людей, об изнасилованиях и грабежах, это одно. А когда же идут атаки на штаб-квартиры СБУ или на военкоматы, скажем, на территории Западной Украины, а там это уже достаточно распространенное явление. Мотивы поведения людей уже совсем другие, они социальные. Но глава СБУ Наревайченко делает красивую мину при плохой игре. Он проводит многочисленные пресс-конференции, отчитываясь об успехах нынешней СБУ. И всячески подчеркивает, для журналистов это не он, а прежние руководства СБУ были руководителями криминальных коррумпированных группировок. Да еще СПА-салоны рядом с рабочим местом имели. А нынешние провалы СБУ Наревайченко списывает на происки сотрудников ФСБ. Но при этом посмотрите, какие флаги висят над входом в центральное здание СБУ. Украинские и американские. Как говорится, комментарии излишни. Когда мы готовили этот репортаж к эфиру, я несколько раз невольно ловил себя на мысли о том, что все происходящее сегодня на Украине это какое-то чудовищное зазеркалье советского прошлого образца 30-х годов. Стукачи-патриоты из-за стенки СБУ, где выбивают признание в шпионаже в пользу врага. Любовь к бесконечным массовым мероприятиям и патриотическим шествиям, где красные транспаранты долой мировую буржуазию здесь заменяют вышиванки и километровые желто-синие полотнища. А парад. Вы помните тот парад 9 мая прошлого года, когда прямо с Крещатика украинские войска с именем Бендеры на устах уходили сразу на Донбасский фронт. Прямо как в 41-м, только теперь уже все совсем наоборот. И от этого все происходящее еще более чудовищно.